Они единственные в мире, кто имеет лапы такого необычного цвета. Помимо необычных лап, они обладают рядом оригинальных особенностей, которые вызывают неизменный интерес путешественников и исследователей. Всем привет! Рада, что заглянули на мой канал, наливайте чаек и мы начинаем! Забавное существо с небесно-голубыми лапками, на самом деле голубоногая Олуша, жительница тропических морей вдоль берегов восточной части Тихого океана. Встретить эту чудаковатую птицу можно в путешествии от Калифорнийского залива до западного побережья Южной и Центральной Америки или очутившись в Перу и Мексике. Однако большинство этих странных птиц живет на Галапагосских островах. Здесь, в этом Тихоокеанском раю, гнездятся около 20 тысяч пар голубоногих Олуш, которые охраняются законом. Интересно, что название Олуша, которое на английском звучит как «бобби», происходит от испанского «бобо» – глупый, клоун. Такое необычное прозвище птички дали за неуклюжесть на суше, присущую морским пернатым. А еще голубоногие Олуши слишком доверчивы и легко контактируют с людьми, что нередко плохо для них заканчивается. Голубоногая Олуша имеет относительно небольшое тело – всего 75-85 см в длину. Вес птицы может варьироваться от 1,5 до 3,5 кг. Интересно отметить, что самки порой намного массивнее. Ножки этой птицы вовсе не простые. Мало того, что они насыщенного, ярко-синего цвета, а это, согласитесь, само по себе необычно. Так еще и теплые очень. Причем настолько теплые, что позволяют птице согревать яйца, поддерживая в них температуру в целых 39 градусов. Вот уж интересно. Все другие виды птиц греют кладки собственным телом, а голубоногая Олуша – лапками, кровообращение в которых становится особенно интенсивным. Кто бы мог подумать, что синие ноги могут быть горячими. Так как самой яркой частью тела Олуш являются, конечно же, их голубые перепончатые лапы. Во время брачного периода самка выбирает того самца, чьи лапы более насыщенного голубого цвета. Это признак отменного здоровья птицы. Самец щеголяет лапками цвета морской волны и лихо танцует, стараясь завоевать сердце прекрасной дамы. А еще подает ей веточку для будущего гнезда. Когда избранница принимает ухаживание, птицы кланяются друг к другу, касаются клювами и начинают водить хоровод. Танец влюбленных может длиться несколько часов. Птицы создают моногамные супружеские пары, которые часто сохраняются до смерти одного из партнеров. Гнездо они строят на поверхности почвы в небольшой ямке или углублении в камнях. Изнутри супруги выстилают его небольшими веточками и травой. Самка откладывает одно, три голубого-зеленых яйца. Партнеры попеременно насиживают кладку около 45 дней. Грея будущих птенцов Продолжительность жизни голубоногой олуши в дикой природе 15-17 лет. Питание этих необычных птичек состоит исключительно из мелких рыб, таких как анчоусы, сардины и макрель, на которых они охотятся в море. Они летают над поверхностью моря и высматривают рыб. При этом клюв всегда направлен вниз. Когда они находят подходящую добычу, они складывают крылья и пикируют стремительно в воду на глубину до 25 метров. И в случае успеха появляются с рыбой в клюве на расстоянии нескольких метров от места погружения. Интересен тот факт, что птицы охотятся на рыб не во время погружения, а при всплытии. Причиной этого является яркий, светло-серебристый рисунок на животе рыб. Иногда они также хватают в воздухе летучих рыб, если те передвигаются над водой. Охота за добычей начинается преимущественно рано утром или в предвечернее время. По неизменному закону природу, голубоногая олуша, как и все остальные представители фауны, окружена своими естественными врагами. Ими являются чайки-поморники и фрегаты. Самец и самка иногда могут вместе оставить гнездо без присмотра, отправляясь на поиски за пищей. Их враги чаще всего выбирают именно этот момент. В этом случае голубоногая олуша, обнаружив потерю, повторно откладывает яйца, но уже более ответственно и тщательно их охраняет. Также эта красивая птица может подвергаться опасности со стороны человека. И к сожалению, в таком случае люди, охотясь на взрослых особей, не дают ни малейшего шанса выжить потомству. Ведь за ними некому станет ухаживать или более того, их некому будет высиживать. И они просто лишатся шанса появиться на свет. Пока что они не занесены в красную книгу, но без охраны человеческого общества они точно не смогут выжить. Безусловно, популяции играют важную роль в цепи питания, ведь в природе все взаимосвязано. Всем спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Жмякайте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Берегите природу и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok